С чего мы начинаем? Что такое вообще проект внедрения 1С с точки зрения проект-не проект? Вот у всех франчайзи всегда внутри есть некие регламенты, которыми они руководствуются, и мы в том числе. Какой запрос считать проектным, какой запрос считать непроектным? Где-то это определяет, в какой департамент пойдет лид, где-то это еще много всего определяет. Вот вы можете сейчас в чате писать свои предложения и ваш опыт, может быть, в вашей компании, может быть, просто по опыту, как вы делили проект-не проект. Ну, вот у нас и, в принципе, в моей практике практически всегда основными критериями были следующие. Это число пользователей, количество автоматизируемых контуров и, как ни странно, конфигурация. То есть вот если мы говорим про ERP, UHU или ERP, ну, это почти всегда проект. Ну, очень редко это какая-то там локальная история. И да, критерии действительно отличаются, очень сильно отличаются. Где-то показателем проекта является, там, не знаю, больше 50 пользователей и все. И в одной крупной компании такой критерий используется франчевой. При этом, там, может быть, УТ-шка на 50 пользователей, да, там буквально там пара-тройка миллионов, и для них это проект нормально. Вот у нас это не будет считаться проектом, это скорее такое внедрение. Так себе термин, конечно. И там, и там внедрение, но вот разделяем. Это проектное внедрение, это просто внедрение. Непроектное. Но если есть проекты, значит, есть непроекты. И вот непроекты, что мы подразумеваем под непроектами? Какая-то локальная задача, там, обновить базу, там, какую-нибудь форму печатную сделать, 100 тысяч миллионов печатных форм сделать, какой-то, там, блочок дописать. Ну, то есть задача, которая подразумевает выделение, там, двух-трех, там, человек, одного, полчеловека, что-то сделать. Ну, это очевидно не проект. Хотя критерии проекта, да, формальный, уникальный результат, сроки, что там еще у нас в критериях проекта по определению, ну, они выдержаны. Отдельный тип – это внедрение в одного человека, когда, дайте нам Васю, Вася классный, Вася нам все сделает. И Вася по какой-то, там, форме контракта работает с заказчиком. Васю любят, Васю обожают. И кроме Васи вообще ни с кем больше работать не хотят. Очень распространенная история, особенно у небольших фирм-франчайзи. Outstaff. Ну, слово, там, условно, запрещенное сейчас. Ну, тем не менее, все мы понимаем, о чем речь идет, да, когда мы энное количество людей просто на фулл-тайм продаем заказчику, и они ими рулят, как хотят. И просто есть стоимость человека в месяц, которую заказчик платит подрядчику за использование человека по своему усмотрению. Какие там будут задачи – ну, все уже на стороне заказчика. Ну, и отдельный набор задач – это, там, SLA, как вариант поддержки, да, либо просто какие-то там, какое-то развитие системы. Это можно считать проектом. Есть понятие «проект развития», но когда это небольшой масштаб, там, например, 40, там, 105 часов в месяц, ну, мы не считаем это проектом. Так, сейчас я в Мерополис вернусь, посмотрю, написали ли вы чего-то. Так, нас 47 человек, класс. Я буду паузы делать. Вот я сейчас проговорил, там, если вопросов нет, там, просто плюсик поставьте, что все, идем дальше. Если есть вопросы, пишите, я минутку подожду, поотвечаю. Ну, то есть я увижу там несколько плюсиков, я дальше пойду. Ну, все, я увидел несколько плюсиков, я иду дальше. Окей. Так, движемся дальше. Значит, теперь тема из анонса. Есть технология работы, есть форма контрактования. И очень часто эти понятия путаются, особенно у, скажем так, начинающих менеджеров по продажам. Ну, к сожалению, иногда и не начинающих, иногда и не у менеджеров по продажам. И я, на самом деле, очень часто сталкиваюсь при общении даже с более-менее крупными заказчиками, что, ну, просто люди не сильно погружены, они от бизнеса, им это не сильно интересно. Вот вроде как продаешь команду на проект, и, ну, путаница в головах. Расставляем точки над «и». Технология работы – это как мы делаем? По какой методологии? Методология может быть, ее может не быть. Ну, то есть вот есть, опять же, наш замечательный Вася, он что-то знает, умеет, он как-то это делает. Он не считал PMBOOK, он там про Scrum слышал, ну, вот, но он классный спец, он делает, что у него просит. Еще и кодирует, и аналитиком выступает вообще супер. Но методологию никакую не использует. А вот если мы говорим про, там, водопад, Scrum, какие-нибудь миксы этих технологий, какие-то там agile подход, вот это методология. Ой, технология работы. А форма договора – это, собственно, на каких условиях мы эти услуги оказываем? То есть, фикс прайс, всем известный, да, это не равно водопад. Фикс прайс – это форма контракта. Это когда мы некий объем работ прописываем в договоре, там есть сроки, стоимость, ну, собственно, и результат. А внутри-то может быть что угодно, любая технология, на самом деле. Но почему-то у всех, ладно, у большинства фикс прайс, значит, водопад. То же самое, как мы актируемся, да, там, в конце проекта, каждый месяц, каждую неделю, каждый спринт. Если у нас авансы, как вообще работы принимаются, какие критерии приемки. Например, критерием приемки может быть замечательный документ, используемый, по-моему, абсолютно большинством франчайзи – лист учета рабочего времени. Ну, то есть специалист что-то посидел, бумажку какую-то непонятную подписал, вам ее подсунул, вы по почте ответили «Окей», а как бы все, этого достаточно, чтобы исполнитель требовал оплаты. Такой контракт. Это форма договора. При этом технология никакой может не использоваться. Это я вам начинаю мозг потихоньку взрывать. Надеюсь, что не всем, но, возможно, кому-то взрываю. Возвращаюсь в Мирополис, смотрю, что у нас там с вопросами. Я прошу вас снова поставить плюсики, либо вопросы позадавать. Или поставьте минус, что вот фигню какую-то сказал, непонятно. Участник 47. А можете пояснить кучу плюсов? Это вот про что? Близко к сердцу попал? Коллеги, дальше идем. Мозг не взорвал. Все, окей. У меня там будет один слайд, который даже мне немножко мозг взорвал в свое время. Особенно, когда я внутри компании пытался это обосновать, что вот оно так. Так. Хорошо, идем дальше. Так вот, какие у нас есть технологии работы? Я не буду там какие-то... Их можно по-разному написать, вот точно. И можно там и ТБР, и ТКВ сюда пиндюрить вообще вот легко. Но если вот совсем укропненно, не претендую на истину в последней станции точно, но в целом все упирается в технологии следующей. Водопад, скрамы какие-то там, agile практики. Ну, почему-то в последнее время все прям скрам-скрам. Как будто все понимают, что это такое. И наше уникальное российское внедряй. Когда наш замечательный Вася просто что-то делает как-то. Или много людей что-то как-то делают. А заказчик пытается понять, что они там ему делают. Ну, то есть почти все непроектные работы делаются по схеме внедряй. И дофига проектов, извините за мой французский, делаются по схеме внедряй. Потому что нормально владеть технологиями, ну, не то, что не всем дано, но реально даже если подрядчик ей владеет, а заказчик нет, это уже, ну, извините, факап. Владеть технологией должны обе стороны. Это единственное обязательное, в общем-то, условие успеха. Потому что если заказчик не владеет технологией, не понимает вообще, что за водопад и почему для него это замечательнейшее сделать мне под ключ, я туда лезть не буду, а почему ваша система не работает. Ну, классика. Нет, дорогой, ты будешь лезть. Ну, иначе, например, вот я со своими ребятами понимаю, что заказчик не собирается лезть, я не пойду в этот проект. Ну, нет, ну, как бы мы будем биться о закрытую дверь, о полное непонимание, почему у нас какие-то проблемы там, почему система не работает, почему мы внедряем ERP, у нас себестоимость каждый час не видна там. Ну, там нужно понимание со стороны заказчика. И форма договоров. Вот здесь сейчас я прокомментирую. Значит, фикс прайс. Ну, тут, я думаю, более-менее понятно, да, то есть фиксированная стоимость, фиксированный результат, фиксированные сроки. А вот дальше следующие две истории очень интересные, потому что я знаю много примеров, когда для коллег с обеих сторон это одно и то же. Так вот, что такое работа по заявкам? В контракте написано, что заказчик направляет исполнителю заявку с описанием того, что надо сделать. Дальше исполнитель делает, прописывается, как он задает эти работы. И дальше, если работы принимаются заказчиком, в конце месяца смотрится, какие заявки закрыты, и они уходят в оплату. А вот если мы говорим про time and material, вот эти наши замечательные лурвы, человеку, ну, подрядчику присылают задачу, также в виде заявки. Он ее оценивает, например, там в 40 часов. Заказчик говорит, окей, делайте. И дальше каждый день сотрудник пишет лурв на 8 часов. А вот дальше самое интересное. Наступает конец месяца. В обеих случаях, в обоих случаях, например, задача не сделана. Но в первом случае заказчик говорит, идите лесом, потому что условия приемки не выполнены. А во втором случае, например, если 32 часа уже в лурвах есть, извольте оплатить. Вы должны по договору будете оплатить, потому что вы подписали лурв просто по факту потраченного времени. И вот это вот, к слову, там об анонсе, это тот самый вариант контракта, который офигительно, опять же, простите за мой французский, выгоден подрядчику. Сейчас дойду до конца, потом посмотрю вопросы. Коворкинг – это очень редко используемая история. Это, ну, по сути, аутстав проектной команды, когда мы даем не просто аналитиков, а еще и руководителя проекта. Соответственно, это именно форма контракта, когда просто у нас есть бюджетирование. Вот в месяц РП стоит X рублей, там, аналитик Y рублей, там, программист Z рублей. И эта команда, она на фуллтайме ее содержит заказчик, полностью политически рулит, но при этом использует, ну, могут быть, какие-то технологии. То есть команда управляется РПшником. Зачастую, кстати, используется вариант, когда РПшник из одной компании, ну, или вообще независимый эксперт, а команда собирается там из одного или из нескольких подрядчиков. Очень крупные компании так часто используют, и в целом неплохой результат, кстати, выдается. Просто аутстав. Ну, вот вам, Вася, рулите, там, в месяц, там, сколько там, 300, 500, много тысяч нам, пожалуйста, платите. Он у вас там на 160 часов. Если Васю вы не догрузили, это ваши проблемы, там, больничных нет, пропусков нет, Вася на рабочем месте сидел или там в Скайпе зелененьким моргал, извольте оплачивать, все риски на вас. И последнее, скромопад, это, ну, жаргонное понятное выражение, там это по-разному называется, это контракт с прописанными суммами по этапам, но при этом предполагается, что внутри некий скрам, то есть промежуточные результаты и операционное актирование, например, по этим, по спринтам, но при этом обычно в такой контракт добавляется замечательнейший пункт о том, что ценностью для заказчика является исключительно результат, там, как минимум, этапа, либо вообще всего проекта. Поэтому если все идет по боку, то заказчик может сказать, что класс, я вам 10 актов подписал, я вам даже денег заплатил, но надо было еще немножко доработать, вы не доработали, условия договора не выполнили, до свидания, деньги назад возвращайте. Ну, это такой хороший для заказчика вариант контракта по скромопаду. Чем выгоден подрядчику, ну, частое актирование, финансирование регулярно идет. Возвращаюсь. Так. Можно скорость увеличить до 1.25. Я очень медленно говорю, ну, сори, сори. Я, честно говоря, может быть, не до конца понимаю комментарий, туплю. Проясните, пожалуйста, вот там скорость 1.25, 1.5. Это к тому, что я очень медленно иду или к чему это? Побыстрее, пожалуйста. Ну, я попробую. Мне кажется, я и так, в общем-то, медленно. Основной суть без отвлечений. Ладно. Говорить буду, как умею. Потом фидбэк просто дадите. В следующий раз что-нибудь поменяем. Так. Возвращаюсь. Значит, теперь немножко... Так. Я тут хотел какую-нибудь активность. Ну, в общем, давайте вот так вот сделаем. Вот у нас номера ячеек. У меня просьба к вам. Пожалуйста, в каком номера ячеек, в которых, как вы считаете, мечта заказчика. Вот какое сочетание технологий и формы контрактования, какой номер или какие номера являются мечтой заказчика? То есть максимально выгодны заказчику. Так. 5, 12. Заказчику максимально выгодны. Скрам по фикс-прайсу, скрамопад по технологии внедряй. Так. Еще варианты будут? Презентацию, да, я потом... Ну, я у Юры, наверное, спрошу, но мне кажется, никаких проблем нет ее предоставить. Черный. У всех черный экран. Я вроде показываю. Так, 10. Работа по заявкам по технологии внедряй. А у меня вопрос, коллеги... Так, сейчас я проверю пинги. У меня вроде нормально интернет работает. Шесть. Класс. Вариантов куча. Я могу вам вот что сказать. Так как все-таки коллеги просили ускориться, и тут действительно можно очень долго об этом говорить. Вот если мы говорим, чуть-чуть забегая вперед, про внедрение ERP за 5 миллионов, успешная, то это сочетание... То это цифра 9. Раз. Вариант. Вот так вот. Это когда за маленький фикс прайс люди, которые много чего умеют, но не пользуются технологиями, не выделяют руководителя проекта, не администраторов, не пишут кучу документов, но вы просто покупаете их за какую-то денежку, маленькую денежку, и они вам без технологии, но хорошо делают. Риски большие, но это первый вариант получить ERP за 5 миллионов. Это вам надо найти ребят, которые находятся в стадии своего развития, между... уже прошли, что... Ой, я боюсь, я не понимаю, и еще не стали звездами, которые там нет, любой проект 60 миллионов. Это раз вариант. А второй вариант, когда дешево, можно получить вот здесь вот. На самом деле... Ой, извините, не то прилепил. Вот так вот. То есть по соотношению цена-качество, на самом деле... Сейчас, нет, извините. Косячу. Косячу сильно. Вот это мечта заказчиков, которые хотят просто под ключ. Не париться, может быть, будет дорого, но нам подрядчик все сделает. Я не претендую на истину в последней ситуации. Это мой опыт говорит о том, что заказчики хотят так. Либо дешево с крутыми ребятами, проверенными, выбранными, либо по всем технологиям, за конкретную стоимость, чтобы ни о чем не париться. А теперь мечта Кадрлайн. Я здесь ускорюсь, с вашего позволения, немножечко. Коль просит. Я вот сразу покажу, где она, наша мечта. Вот она, наша мечта. Вот здесь. Почему? Потому что использование проектных технологий подразумевает будущие внедренные решения, повышение рейтингов, какие-нибудь там реферальные, референс-визиты и прочее. Ну, то есть это проект. Но при этом минимум рисков для нас, потому что контракты предполагают частое актирование и возможность выхода оттуда без потерь. Говорю, как есть. А, переключили. Странно. Странно, странно. Коллеги, я прошу прощения. Давайте я попробую, наверное, может быть, вот... Секунду. Так вот попробую сделать. Сейчас нормально видно? Отлично. Окей. Ну, а теперь слайдик, вот который... Может быть, кому-то зарвет мозг, но я так понимаю, что вы здесь опытные, прошаренные, наверное, даже умнее прошаренные и меня, поэтому все будет понятно. И вопрос именно как это... Насколько вы... Вам это заходит, не заходит, насколько это совпадает с вашим мнением или не совпадает. Так вот. Мы берем варианты контрактования и сравниваем их по нескольким параметрам. Собственно, если бы я был заказчиком, я бы хотел иметь подобную табличку, чтобы мне подрядчик все разложил вообще, где я чем рискую, почему тут дороже, тут дешевле, какие у меня есть варианты контрактований. Я обращаю внимание, не технологии проекта, а именно контрактования. Чем для меня это будет чревато? Вот я вас прошу сейчас, может быть, там, минутку посмотреть и позадавать мне вопросы по этой табличке. Если вопросов нет, минус просто напишите, ну, или плюс там напишите, потому что все окей, все понятно. Потому что если я начну комментировать, я тут минут 20 могу делать. Вы можете с чем-то не согласиться, это абсолютно нормально. Но меня сейчас больше интересует именно вот там, Дмитрий, уточните, вот не очень понятно, вот вообще о чем речь здесь. Почему так? Пока расшифрую, значит, РП, руководитель проекта, функциональный архитектор, предпоследняя строчка, ТА, технический архитектор, ТРП, технический руководитель проекта, администратор, это последние три буквы. В моем представлении по нашей технологии руководитель проекта на средних и крупных проектах, он скорее политический, он не лезет в детали, на нем политика и коммуникация. Функциональный архитектор отвечает за целостность системы и стоит над аналитиками и решает все конфликтные ситуации в первую очередь на этапе моделирования. Технический архитектор рулит разработчиками. Технический руководитель проекта, это уникум, который сочетает в себе функции ФА и ТА. Ну и администратор проекта на крупных проектах, где слишком много коммуникаций, если команда больше пяти человек, то мы вводим администратор, чтобы не было просадки по коммуникациям, потому что руководитель проекта, ведущий хотя бы два проекта, начинает уже фокапить в большинстве случаев с качеством и скоростью коммуникаций. Можете предложить параметр? Почему еще сравнить можно? Я очень хотел бы какой-то фидбэк получить. Чат пуст, мне грустно. А, все понятно. Тоже неплохо. На самом деле, вот некий вариант этой таблички мы в ряд наших коммерческих предложений вставляем, когда первичное взаимодействие с заказчиком идет, там по каким-то причинам не было встречи, и в принципе мы вот раскладываем, насколько это возможно, по условным полочкам, как мы можем дальше с заказчиком идти. В наших реалиях это еще влияет на то, в какой департамент будет работать с заказчиком. Окей. Я иду дальше. Полчаса прошло. Я так... Фокапить фидбэк, что... Ну да, жаргон. Sorry. Простите. Это уже профдеформация. Финальная часть. Ну, она, я так понимаю, у нас и растянется, наверное, минут на 20-30. Те самые вопросы. Я сначала постараюсь на них более-менее кратко ответить, а потом предлагаю вступить в дискуссию. Поотвечаю на ваши вопросы. Может быть, пообсуждаем вот эти стейтменты, утверждения. Как внедрить ERP за 5 миллионов? Значит, вариант первый. Найти компанию-франчайзи, которая криво вам оценила внедрение, подписалась за маленькую сумму, не поняв, чего вообще произошло, но вынуждена сделать все от и до, потому что иначе там санкции и прочие, в общем, работают на имидж. Вариант второй. Найти команду на рынке, внутри франчайзи, либо каких-то независимых ребят, суперпрофессионалов, которые без особой какой-то технологии, там, в 2-3 человека вам будут делать это внедрение в плотном контакте с двумя-тремя ответственными с вашей стороны. Эта история не масштабируется. На крупном заводе точно за 5 миллионов не внедрить. То есть количество коммуникаций должно быть строго ограничено. Например, у нас есть две такие небольшие команды в компании, но происходит такая история, что, по сути, конкретный тим-лид выбирает себе заказчика, и там строго контракт по time and material, то есть это максимальный кредит доверия вот конкретной команде, конкретному ее лидеру. Но, с другой стороны, два проекта года мы таким образом взяли. Это были именно вот примерно в такие суммы внедрения полностью на плотном контакте с минимум административки, с минимальным, если вообще присутствовавшим, количеством документов, и результат максимальный был. Я знаю еще несколько людей на рынке, которые тоже так делают. Можно ли внедрить ERP по time and material за минимальные деньги? Ну, в целом, я на этот вопрос ответил только, что да, можно. Почему одни франчи предлагают вот за 5 миллионов, другие за 50? Можно, в принципе, объединить это с последним вопросом, да? Вот вы ТЗшку какую-то кидаете, не знаю, там, может быть, даже хорошую ТЗшку кидаете, вам кодерлайн говорит 50 миллионов, а какой-нибудь там другой франчайзе и говорит 5, кто-то говорит 10. Ну, в общем, разброс просто колоссальный. Возвращаемся в табличку. Потому что в разных компаниях разная категоризация раз. Например, в кодерлайне вы можете попасть в проектный департамент. Сразу мы это будем оценивать как полноценный проект, например, по водопаду. Нагоним кучу людей, будем писать документацию и воспринимаем это именно как полноценный проект. А в каком-нибудь, например, даже московском франче вы попадете на того самого классного Васю, который реально сможет вам это сделать. Он скажет, ну, так что, я тут со своими двумя помощниками за 3 месяца все сделаю. Ну, какой год, какие там 50 миллионов и что. И сделает вам это за 5. А третья ситуация, когда какой-нибудь Петя вам как бы тоже вроде как оценит, но на самом деле Петя не понимает, что он оценил, и он не делал этих проектов. Просто руководство сказало надо или там менеджеры. Ну, давайте попробуем. А Петя вообще там из компании уже готов уйти. Контракт заключается, и все, факап. Но коммерческое предложение на 5 миллионов вы получаете. Еще очень интересная история, когда есть, например, крупная компания франчайзи, у нее есть несколько департаментов. Эта история, я с этим сталкиваюсь, она происходит на тендерах, в основном региональных компаний, когда сравнивают ставку часа, и мне говорят, что, ну, смотрите, вот у вас ставка там большая, проектная. У нас проектная ставка 3 600 без НДС. А мне говорят, а вот компания из топ-3 рейтинга, они нам ставку дают там 2 500. Ну, этого не может быть, естественно. Просто они попали в региональное подразделение компании, они были распределены в департамент непроектный, и им, естественно, дали ставку по другому типу работ. Это, скорее всего, был косяк менеджера, который не распознал проект. Бывают и другие истории, когда у вас на самом деле не особо-то и проект. Вам там... Ну, вы это видите не как проект, вам просто нужно, не знаю, там, глобальное обновление какое-нибудь сделать, там, редакция, или, не знаю, модуль какой-то прикрутить сбоку. И одна компания вам будет оценивать как проект, вторая там как локальную задачу. Третья вообще говорит, вот, Вася, пожалуйста, он вам все сделает, там, берите на вот став. Верните предыдущую таблицу, которую, вот эту, участник 37, вот эту таблицу вернуть или еще выше. Да, демпинг есть, демпинг есть. Никто не отменял инвест-проекты. И эта практика, к сожалению, присутствует. Но это есть. Я не знаю, как тут человеку прокомментировать. Вы можете с ней столкнуться, можете не столкнуться. Как повезет. Я сейчас все-таки на вопрос вернусь. Вот этот еще момент, почему стоимость растет нелинейно и почему при увеличении количества пользователей, там, условно, в два раза, стоимость может вырасти в пять. Потому что количество коммуникаций растет, там, по формуле N умножить на там... Забыл формулу. Ну, в общем, она растет нелинейно. И, соответственно, менеджерение коммуникаций, управление ими, в первую очередь внутреннее, на самом деле, занимает больше 50% времени. То есть одно дело, когда у вас команда в три человека, вы просто собрались там за чашкой чая, все обсудили, пошли все вместе на встречу с заказчиком, быстро приняли решение. С его стороны там тоже пара человек. И другое дело, когда у вас команда в 10 человек, один провел интервью, другим рассказал, они пообсуждали, функциональный архитектор говорит вообще не так, иди на второе интервью, и пошло-поехало, все. То есть там риск того, что вы завязнете в коммуникациях и потратите на это там половину бюджета, если не больше, он очень велик. Именно поэтому в Scrum величина команды ограничена, если я не ошибаюсь, по-моему, там девятью людьми, да, там от пяти до девяти. Это вот тот предел какой-то еще более-менее вменяемой управляемости, после которого наступает полный коммуникационный хаос. И когда заказчик делает стандартный запрос, хочу ERP, все контуры за полгода. Ну, как бы теоретически можно, но это надо 20 человек нагнать на проект, и на самом деле, если с первого раза оно не заведется, там, с точки зрения коммуникации все, ну, посыпется, намного лучше за полтора года сделать этот проект, там, втрое меньшей командой, просто по одному аналитику выделив на там контур или даже на два контура, это будет дешевле, и это будет лучший результат, чем за полгода попытаться что-то запустить почти всегда. Так, ну, я, в общем-то, свою речь закончил. Я хотел бы услышать ваши вопросы. Если кто-то хочет голосом пообсуждать, я с удовольствием вступлю в дискуссию. Надеюсь, интересную и продуктивную. Поэтому, коллеги, вам слово. Или текст, как правильно. Спасибо. 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 Прямо как-то печально. Да, спасибо за фидбэк. Примеров бы побольше. Давайте примеры, не вопрос. Вот 20 минут формально есть, можем конкретные примеры разобрать. Хотите, могу маленькое ноу-хау показать. Я тут на основании опыта трех лет и, похоже, даже тысяч коммерческих предложений вот этой статистики всей сделал некий интегральный калькулятор стоимости проекта. Можем... Можете дать свой кейс. Попробуем проверить, насколько корректно он считает, нужно ли тратить время на экспресс-обследование, чтобы получить стоимость проекта, или можно за пять минут ее получить. Если интересно, давайте попробуем. Но мне нужен кейс. Если получится... Каким софтом... Сейчас... Какой кейс нужен? На самом деле... Сейчас вот буквально через минуту к этому вернемся. Софтом пользуемся на проектах. У нас система управления RedMine. Базовые планы в Project делаем, потом это все в RedMine уже перегружаем. Там трекинг задач. Там же скоро финансовый модуль подкрутим. Ну и есть глобальная бэкэнд-система для финансового пока расчета. Вот. Ваше предложение по участию заказчика в оценивании проекта. Я, наверное, не очень понял вопрос, к сожалению. Есть ведь стандартное внедрение? Есть. Но это уровень небольших крайних проектов. Весь корпрынок, там никогда не получается стандартное внедрение. В 100% случаев я даже жду эту фразу на встрече с заказчиком. Первый произносится фраза. Мы очень хотим в новой системе максимально использовать типовой функционал. Да-да, киваю я. Посмотрим, что вы скажете на моделировании, когда ваши процессы, ну, вот, никак не будут ложиться на ERP или управление холдингом. И в 100% случаев заказчики в итоге принимают решение допиливать, а не пользоваться менее удобным, но типовым функционалом. 100% случаев. Всегда. Всегда на первых встречах говорят, хотим в новой системе типовой функционал, потому что нас задолбал наш конструктор, который 10 лет, там, например, на базе УПП развивался. Мы хотим классное типовое решение, а потом получают бюджет доработки с 20 миллионов и такие, а как? Открываем концептуальный дизайн и реестр функциональных разрывов и смотрим. Моделирование и предпроектное обследование – это разные этапы. У нас с предпроектом обследования мы просто фиксируем скоп проекта, мы формируем перечень процессов и выбираем архитектуру. Это занимает, там, 2-3 недели. И все, это там стоит несколько сотен тысяч максимум даже для крупных проектов. А на моделирование – это, там, 30, 40, 50% стоимости проекта. Дальше, как договоримся с заказчиком, если есть четкое указание от спонсора проекта до последнего отстаивать типовые решения, значит, мы будем воевать с пользователями до последней капли крови аналитиков, затягивать моделирование, но пытаться отстать типовой функционал, чтобы уменьшить объем доработок. Но обычно такого указания нет, потому что лобби бизнес-заказчиков к спонсору побеждает здравый смысл и типовую конфигурацию, и мы начинаем ее дорабатывать, внося за наив проект. Так, возвращаемся к калькулятору. Смотрите, аналитики, да. Так, а кто кейс готов был? Вот, участник номер 30. Смотрите, сейчас я открою страницу. Голосом у вас получится? Я немножко подключу голос, чтобы только могут быть докладчики. Я и Дмитрий, все остальные просто слушатели. Ира, а мы не можем голос дать? А только всех сделать докладчиками. Я понял. Извините. Да. Ира, давай Zoom использовать, мне как-то он больше нравится. Он же тоже поддерживает кучу людей. Так, сейчас я вот что сделаю. Так, виден ли мой экран? Виден. Отлично. Поехали. Так, вот я сейчас вот так вот еще сделаю. Давайте мы с вами немножко поиграем. Так, я прошу участника номер 30. Я сейчас буду наводить. Ну, вот мы с вами сейчас пройдемся по этому калькулятору. У меня, наверное, просьба будет как бы нам так... Ну, ладно. Все на вашей совести. Вы потом просто скажете, сколько этот проект реально стоил. Хорошо? И мы посмотрим, насколько мимо или не мимо. Можно попросить представиться участнику номер 30? Как вас зовут? О, класс. Ага. Ира, ты супер. Меня зовут Лариса. Да, Лариса, добрый день. Давайте мы с вами сейчас пройдемся по калькулятору и посмотрим по какому-нибудь проекту. Да, наверное, можно. Так, сколько рабочих мест? Значит, у нас ожидается порядка 150-200 рабочих мест. 150-200. А все-таки ближе к 150. Видите, тут как раз раздел проходит. Поняла. Тогда 150. Качество нормативно-сорачивающей информации. То есть нужно ли нам будет проводить серьезную работу по нормализации НСИ, по выверке, переносу, может быть, МДМ под систему внедрять? Давайте так, уточняющие вопросы. У нас сейчас уже есть внедрена система УПП, есть ИРП. Нам необходимо в рамках ИРП реализовывать работу по договорному блоку, по документообороту и интегрировать ИРП вот с этой вот работой. Модуль проектная деятельность, если он есть и так далее. То есть, в принципе, качество НСИ достойное, все справочники настроены, но нужно будет проверить дубли, проверить их интеграцию. Окей, я тогда вот этот вариант выберу. Я понимаю уже, что не супер пример, потому что у меня ограниченное количество блоков здесь. Но мы попробуем максимально приблизить. То есть документооборот есть? Бюджетирование необходимо. Не вижу здесь модуль работа-проект, проектная работа. Да, проектная работа, к сожалению, нет, потому что он не так часто встречается. Здесь самое распространенное указано. Но, в принципе, понимая, как работает конкулятор, я могу его заменить, например, модулем ИТИЛ. Просто я понимаю, что по расчету примерно то на то будет. Согласна. Модуль договора, он в документообороте? Согласование? Смотря как реализован, договорной модуль может относиться у кого как. Но давайте мы его условно обзовем казначейством. Я понимаю, что это мы как бы сейчас натягиваем немножко своего на глобус, но блок есть, примерный расчет на какой-то получим. Так, сколько будет интеграции? Внешние системы, получается, их как минимум пять сейчас. Вот как раз формат контрактования. Проект? Мы сразу понимаем. Давайте скажу функционально. Мы не готовы платить авансом. Мы готовы оплачивать по техническому заданию выполненную конкретную работу. Актирование по этапам, наверное. По этапам, да. Ну, это проект, то есть водопад очень похоже. Но я вот могу, сейчас могу вызвать там буре возмущения. Но вот, например, у нас сейчас в последние несколько, можно сказать, с 21 года политика, что на фикс-прайс контракта, да, то есть работа по этапам, если стоимость этапа превышает определенный лимит в несколько миллионов, мы просто не контрактуемся без авансов. И, насколько я знаю, эта практика все чаще распространяется между франчайзи. Пока это ограниченная история, и риск наткнуться на такой достаточно небольшой, но просто, возможно, полезная информация, что франчи купируют риски как могут. Так, и, значит, адаптация процессов. Ну, типовой функционал точно нет, потому что у нас еще есть старая допиленная система ОПП. Ну, я думаю, вы, наверное, наиболее критические доработки. Да, думаю, да. Так, ну, давайте смотреть, что у нас получилось. Вот так. То есть, смотрите, это обследование не экспресс, это все-таки обследование с написанием функциональных требований, да, на достаточном уровне детализации. Моделирование по четырем контурам. То есть это написание документов в концептуальный дизайн, в принципе, даже с отрисовкой бизнес-процессов. Давайте так, вот, ну, сейчас мы уже обсуждаем, да, бизнес-процессы отрисованы. Их достаточно только проверить и высказать свое экспертное мнение. Далее, давайте уберем модуль казначейства, предполагая, что в документообороте сделаем договоры, чтобы понять, насколько вообще гибкая ваша система. Ну, я честно скажу, она скорее индикативная, и, наверное, чем крупнее проект, тем она точнее может оценить. То есть бывали случаи, когда реальный проект там в те же 5 миллионов, здесь калькулятор там мог 15 показать, ну, потому что это как раз подход, скорее всего, проектный был. Дмитрий, ну, а вот еще я хотела обратить внимание, вы сказали о том, что, ну, кто-то посчитал человека в Москве, кто-то в регионе и так далее. Ну, я как экономист считаю, что вот этот сейчас аргумент не очень применим, поскольку, ну, смылись все границы из-за пандемии, да, из всего люди... Понятно, что регионы пытались подтянуться к оценкам Москвы. Москва не хотела их пускать, но ей пришлось опуститься. И вот сейчас получается, что эффективность предприятия внедренческого франчайзи зависит только от того, используют ли они льготы, да, там всевозможные для IT-компаний. То есть в этом их эффективность или я не права? Вы знаете, по нашей компании я могу сказать, что дифференциация ставок достигает, сейчас могу сказать, практически, ну, то есть в два раза отличается, минимальная и максимальная. То есть минимальная ставка у нас – это аутстав, длительный аутстав региональных сотрудников. Там, насколько я знаю, там чуть ли в ряде случаев там меньше двух тысяч может стоить. А проектная ставка – 3600. Ну, то есть вот там реально в два раза. И где-то между ними там вот линейка тарифная, то есть это работа по лурвам, ну, то есть безрисковая, без управления проектом, там, две, по-моему, 300, если не ошибаюсь, там, регионы, и где-то 2500-2700 Москва. Ну, то есть уже минимальная разница. Ну, и дальше там вот уже по возрастанию в зависимости от того, насколько проектный подход. А сейчас вот в этой модельке мы с вами какие используем варианты? Что это Москва работает с специалистами высококвалифицированными? Да, 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 это Москва работает. Ну, у нас вот, например, у нас по проектному департаменту и голова в Москве сидит, и где бы мы ни делали проект, мы все равно, у нас микс-команда получается. То есть есть шанс, что у вас, там, условно говоря, на проекте во Владивостоке будет вся команда из Москвы, а есть шанс, что там будет половина местных, половина, там, не знаю, треть из Новосибирска и пара человек из Москвы. То есть вот у нас так, кто-то территориального признака придерживается, у кого как, по-разному совершенно. Но, безусловно, вот то, что вы говорите о смывании границ, они сильно сузились. Вот эта дифференциация ставок точно сильно сузилась. И вот у меня, например, два крупнейших проекта, там, 50 плюс миллионов каждый, они 100% удаленно идут. Ну, то есть ни одной очной встречи не было. И нормально. Но тут очень важный момент внутренней структуры организованности заказчика. Если проектного офиса как такового там нет, и это все с миру по нитке собирается, там назначается, условно говоря, ответственный, там, ты наш IT-директор, ты теперь будешь внедрять. Ну, это смерть, нет, не взлетит. Там административный ресурс нужен, там нужны внутренние процедуры, чтобы там 20 человек на conf call собрать, ежедневно их собирать. Но это нужен административный аппарат соответствующий. Так, я сейчас вернусь, с вашего позволения, тогда сюда. Так. Чисто стоять. Ну, смотрите, тут, да, там, с калькулятором это так поиграться. Ну, вот мы как-то делали эксперимент. Мы сидели на встрече с заказчиком. У нас было три человека. И я предложил просто вот... Заказчик дал вводное, мы где-то час общались. После этого мы тремя разными способами посчитали стоимость проекта. Вот я использовал калькулятор, руководитель проекта, ну, скажем так, экспертную оценку дал, просто исходя из своего опыта. И аккаунт-менеджер использовал расчеты DNS, если я не ошибаюсь, там, по-моему, сейчас 57 часов одно рабочее место стоит усредненно. Это вот просто средняя температура по больнице. То есть вы можете взять количество рабочих мест, умножить на, по-моему, 57 часов, умножить на ставку часа, которую вам предлагают, и, в принципе, вы индикативно получите стоимость вашего проекта. Но это вот работает для средних, таких среднекрупных. То есть для гигантов это не работает, для мелких это тоже не работает, там, меньше. Это вот, наверное, в диапазоне, там, от 10, может быть, до, там, 50 миллионов еще как-то вот это применимо. Ну, и самое главное засадов, то, что в зависимости от того, как подрядчик сделать моделирование, у вас совершенно разная, может быть, стоимость потом следующих этапов. У меня был кейс, когда в медиакомпании плюс 3 месяца к моделированию в спорах, криках, орах, но система, холдинг был внедрен без единой доработки. Один случай был. То есть, ну, какие-то там ничнепечатные формы, это я не считаю. А вот именно функционал вообще не трогали. Все остальные там среднекрупные проекты всегда находятся, извините, личности, которым надо удобнее, вплоть до большой зеленой кнопки. И вот сколько не предупреждай, сколько в протоколах, там, в уставах проектов это не пиши, про приоритеты, по, там, меры по уменьшению стоимости, ничего подобного. Потом они идут просто к руководству, говорят, ну, либо вы делаете как неудобно, либо я увольняюсь, и все, и ты с этим ничего не сделаешь. Тебе приходит спонсор проекта, говорит, ребята, я все понимаю, значит, дорабатываем, но при этом бюджет оставляем прежним. Не думайте, делайте, что хотите. Так. О чем еще поговорим? У нас целых пять минут. Я, наверное, тогда попрошу вас, может быть, кратко, с вашего позволения, можно в двух словах, можно чуть подробнее. Мне крайне важно получить фидбэк про то, что вы услышали в свободной форме. Если несложно, напишите, пожалуйста, как оно было. Бесполезно, полезно, классно, не классно, слушабельно, не слушабельно. Ну, в общем, пожалуйста. Если несложно. Ну, и если вам нужен проект, обращайтесь. Я всегда готов с вами пообщаться, посчитать, повнедрять. Да, еще один вопрос. От чего зависит стоимость предпроектного обследования? От двух факторов всего, на самом деле, зависит. Первое – количество контуров. Второе – ожидаемый результат. Если предпроектное обследование может быть двух типов – предпроектное и экспресс-обследование. Вот экспресс-обследование условно там где-то 30-40 часов на контур. Вот тот список контуров, который мы берем, да, то есть там берем, например, хотим финблок, означает бюджетирование MS4. Три блока там, не знаю, 40 часов на каждое, 120 часов. Умножаем на ставку, получаем бюджет обследования. Это экспресс. Это будет отчет там страниц на 30-40. У подрядчика будет понимание вообще, насколько адекватный заказчик. У заказчика, насколько адекватный подрядчик. Они получат уточненный бюджет, но не фиксированный, обращаю ваше внимание. Это нормальный расчет, этап моделирования и реестр процессов, то есть фиксированный скоп проекта. Предпроектное обследование полноценное, оно в ряде случаев предполагает вообще отрисовку процессов, причем там же опять есть вариант S-IS или 2B. Самая жесть – это сначала мы рисуем проекты как есть, то есть вообще понимаем, как сейчас компания работает. Потом мы на следующем этапе даже еще не моделирование, мы отдельно рисуем процессы 2B, и только потом по куче отрисованных процессов 2B мы начинаем уже пытаться строить модельку. Это самый тяжелый вариант, но иногда используют его. Кстати, процессы вот мы, например, стали использовать в бизнес-студию, отлично вообще зашло. Раньше в Vizio там народ стыковал как-то, не всегда стыковалось. Когда заказчик видит полностью отрисованную модель в бизнес-студию, прям вау-эффект даже какой-то. Ставки 3600, какой процент перечисляется разработчику? Ставки разработчиков, ну, я так скажу, в компании максимальная ставка, насколько я знаю, 1200. Если хотите поговорить про экономику франчайзи, это тоже долгий разговор, но это вот вообще не история. 3600 мы вам платим, вы там 1200 разработчиков, а на остальное на эти 3% живете. Ну, вот вообще не так работает. Реальная маржинальность франчей 5-10% в лучшем случае. Да, вот эти льготы, они, конечно, ситуацию должны улучшить, но не знаю. Вот еще не знаю, насколько с Андреем Петровичем Бербеком пообщаться. Поузнаю. Вот. Последний раз понудил по поводу запроса на обратную связь. Если несложно, напишите. Если сложно, не пишите. Три минутки повишу в эфире и буду кланяться. Поддержку ПП, если я не ошибаюсь, до 26-го года. По-моему, было письмо. Один нас рассылал не так давно. Осталось 2 минуты на раскрытие каких-то страшных тайн-франчайзи. Хотя, видимо, все и так все знают. С калькулятором, да. Да, и на самом деле у меня вообще была идея его на сайте повесить как завлекалку, ну, как почту. То есть вы делаете расчет, вводите свою почту, и вам расчет на почту присылается. Ну, пока не одобрили. Пока это наша внутренняя игрушка. Но если интересно, можно в рамках какого-то отдельного конфкола какие-то кейсы поразбирать. Я не против. Там все равно улучшать, улучшать. Одно дело статистика, другое дело реальной истории. Я, по-моему, кстати, не переключился, не договорил. Вот тогда мы тремя способами посчитали на встрече, и у нас у всех 100 миллионов, там, плюс-минус получилось, там, отклонение, там, 5 миллионов плюс-минус. Тремя разными способами считали. Заказчик в глазах. То есть он, с одной стороны, их округлил, боже мой, как много, а с другой стороны, какого черта, все время 100 получилось. Окей, коллеги. Огромное спасибо за то, что подключились. Я тогда заканчиваю трансляцию. Контакты, я не знаю, там, принято у нас. Оставлять не принято. Но если будет интересно пообщаться, звоните. Дмитрий Шатохин. Менеджер перенаправит. Одно рабочее место. Марьян, я не очень понял, что одно рабочее место. А, это один пользователь системы. Вот один, условно говоря, активный сеанс. То есть если, например, внедряем ERP и документы оборот, значит, вот наш Вася, который и туда, и туда зашел, это условные два рабочих места. Корректнее так считать. То есть, может быть, три подсистемы, по 10 пользователей в каждой, но физически всего 10 человек. Вот мы будем считать, как 30 пользователей, а не 10. Окей, всем спасибо. Всего доброго. До свидания.